Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Волкова. Я приветствую вас либо у себя на канале на YouTube, либо у меня на сайте мир-лановы.ру. Сегодня вас ждет очередной урок по работе в программе «Патэмикер». И сегодня я вам буду рассказывать, как в программе «Патэмикер» рисовать три четверти креста. Записываю этот урок как отклик на письмо, которое недавно пришло мне по почте. Одна из моих читательниц писала мне, что в кроссе можно рисовать три четверти креста, а в «Патэмикер» нельзя этого делать. На что я ответила, что рисовать можно. И существует несколько вариантов отрисовки три четверти креста. Несмотря на то, что кнопки по отрисовке трех четверти на панели инструмента вы не найдете. Вообще, освещала ли я данную тему где-либо? В открытом доступе у меня нет уроков по рисованию три четверти креста. А кто купил мой курс, есть у меня курс платный для новичков. Я там рассказывала, как рисовать три четверти креста. Ну, там есть много таких секретиков, которые я открыла, когда писала этот курс. И вот один из секретиков открою специально для своих слушателей и читателей. Вообще, где можно отрыть очень много секретов по работе в программе «Патэмикер». Сейчас покажу это секретное место. Если вы кликните по разделчику «Справка», кликните на раздел «Содержание», то здесь, прочитав мануал внимательно, если даже вы не знаете английский, можно воспользоваться углом переводчиком. Здесь можно найти очень много фишек интересных. Вот, давайте найдем в этом мануале то место, где написано про отрисовку трех четвертей креста. Здесь есть разделчик, называется «Stitch Features». Итак, кликаем на этот разделчик, у него много-много подразделчика. Вот в каждом подразделчике написано, как рисовать тот либо иной тип стежка, в том числе и текст, в том числе и специальные стежки. Итак, кликаем на самый первый подраздел «Рисование полного креста аппетита», «Полукреста» и «Четвертных стежков». Так вот, как рисовать три четверти креста, написано в предпоследней строчке. Я ее вот так вот выделю и переведу вам, чтобы нарисовать три четверти креста, нужно разместить в одной клеточке полукрест и четверть креста. То есть нужно отрисовать одновременно в одной клеточке два типа стежка. Вот и весь секрет. Ну что ж, давайте в программе «Потый микер» отрисуем три четверти креста. Причем я сделала так, настроила окна так, чтобы можно было отследить, как выглядят три четверти креста в реалистичном отображении. Это будет у меня видно в левой части окна и как будет выглядеть три четверти креста в правой части окна в символьном цветном варианте. Итак, давайте выберем какой-либо активный цвет, например, красный, и кликаем на функцию отрисовки полукреста. Итак, нарисуем крест, наклоненный в левую сторону, и крест, наклоненный, полукрест, вернее, наклоненный в правую сторону. В правой части вы видите классическое отображение полукреста в виде двух цветных квадратиков, петитов. И далее, кликаем на функцию рисования три четверти креста и дополняем тем же самым цветом клеточку. У нас получается три четверти креста. Вот и вся премудрость. Если мы хотим дополнить три четверти креста одной четвертью, другим цветом, например, оранжем, то легко все это дело дополняется. В символьном варианте классическое отображение у нас просто один квадратик делится на четыре, три одного цвета и один другого цвета. Все понятно. Ну и давайте немножко поработаем с символьным отображением трех четвертей и четвертей креста. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что, как известно, в программе есть возможность настроить символы отображения три четверти креста в виде треугольника. Давайте мы выберем эти настройки и посмотрим, какие же метаморфозы у нас произойдут. Вот в правой части окна у нас видно, что у нас наша клеточка поделилась по диагонали. И для того, чтобы понять, где у нас три четверти креста, где у нас основная часть, можно сказать, а где добавочная часть, нужно смотреть по символу. То есть здесь три символа красного цвета и один символ оранжевого цвета. Ну что я хочу сказать? Я хочу сказать, что если вы будете пользоваться такими вот настройками, то смотрите, удобно вам или нет. Видно ли вам будет, где у вас три четверти креста, либо не видно будет, где три четверти креста. Вот еще что я хотела вам показать? Я хотела вам показать, что при отрисовке трех четвертей крестов, если мы будем сверху рисовать, допустим, бэкстич, то у нас таким образом не повреждается вот этот диагональный стежок. Кликаю на функцию рисования бэкстича. И если вы внимательно посмотрите, у нас диагональный стежок красный тоже виден под линией бэкстича. Но я еще пользуюсь вторым методом отрисовки три четверти креста. Причем при этом тоже никоим образом не нарушается ни реалистичное отображение, ни символное отображение трех четвертей креста. И сверху можно рисовать бэкстич. Все будет видно. Сейчас я вам покажу на примере перенабора одной из схем Женлин. Кто вышивал Женлин, кто перенабирал схему Женлин, знает, что в их разработках очень много и часто используется три четверти креста, четверть креста. Итак, перед вами пример данной схемы. Давайте я покажу вам подложку сверху. Если вы внимательно посмотрите, здесь бэкстич и всякие дробные стежки. Такая сложная для перенабора схема. Каким образом я здесь перенабирала три четверти креста? Здесь три четверти креста разработчикам немножко затенены. Вот в одном квадрате три четверти. Это более темная сторона диагональная, а более светлая четверть креста. Но я для отрисовки данной три четверти креста не использовала полукрест. Хотя можно тоже использовать полукрест. Я, чтобы не переключаться на полукрест, просто дорисовывала четвертью креста. Вот, например, здесь надо дорисовать вот этот квадрат вот этим символом. Давайте мы считаем при помощи пипетки цвет. Я вот так вот дорисовывала и не ходила в панель инструментов, не выбирала полукрест, потому что так дольше перенабирать. Тут вообще очень много дробных стежков. И при этом давайте посмотрим на реалистичное отображение. Вот, смотрите, в принципе у нас реалистичное отображение никаким образом не страдает. У нас все выглядит как надо. Единственное, что вот диагональный стежок у нас здесь разделен на два стежка. И все. А то, что здесь будет крестик разноцветный, мы это увидим. То есть демонстрирую на своей демонстрационной схеме. У меня уже выбрана функция отрисовки четверть креста. Давайте я выберу зеленый цвет. И я отрисовываю три четвертинки. И дополняю, допустим, оранжевым цветом. Все. У нас символьное отображение такое же, как и было ранее настроено. То есть если мы хотим что-то изменить, то мы убираем, допустим, наше изменение, формат символов. И далее попробуем отрисовать сверху бакстич, будет ли у нас виден, будут ли видны стежки под бакстичем. Да, стежки, в принципе, видны. Ну вот это второй вариант без использования полукреста. Я думаю, он очень даже удобный именно при перенаборе. И каким образом я еще когда-то раньше рисовала? Три четверти креста я отрисовывала, допустим, четвертинку. И здесь дорисовывала бакстичем. То есть вот так вот дорисовала. Но это не очень удобно. Почему не очень удобно? Потому что бакстич по умолчанию в одну нить надо настраивать обязательно при данном способе отрисовки бакстич две нити. Немножко не так выглядит. А если мы посмотрим в символе варианта, то здесь будет четверть креста и вот такой диагональный стежок. Но тоже можно этим пользоваться. Если вам понравилось. И еще я встречала способ отрисовки при помощи специального стежка. В одном из перенаборов находила. Мне кажется, это не очень удобно, потому что совершенно не виден символ. Но такой способ тоже имеется. Ну вот, наверное, я вам уже, пожалуй, все рассказала о том, как можно рисовать три четверти креста в программе Патемикер. Надеюсь, вам эта информация пригодится. Пользуйтесь себе во благо. Всего доброго. До новых встреч и до новых моих уроков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok